Ум или каризма? Собчак сразила Инстаграм неземной красотой. Я всегда отвечаю честно, красота. Подписала она снимок своего лица по уши в грязи. Просто неземная красота. Хохочут фоловеры в комментариях и хвалят Собчак за откровенность. Ксения, вы огонь, красота, это круто. Но она без мозгов и харизмы долго не вытянет все остальное, красивой можно легко стать с помощью косметики и хорошей одежды. А вот ум будет сложно получить, я надеюсь, это шоколад. А не то, что я подумала, пишут они. Во время самоизоляции Ксения уже не раз рассуждала на тему ума и красоты. Особенно от телеведущей достается блогерам-миллионникам. По мнению Собчак, популярный на карантине жанр прямого эфира четко показал, у кого из них есть мозги, а у кого нет. Он совершенно подвел такой формат. На сочинение подписи к голожопым фотографиям можно нанять студента Литинститута. А на прямой эфир уже раба не пошлешь. Необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет, высказалась телеведущая в Инстаграме. Ведь все эти прекрасные люди с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом. А что вы хотели? Их, собственно, не за это любят. Они и не пытались развивать или прокачивать этот странный орган мозг. Он не ягодится, не отфотошопишь. Сама Ксения тоже завела традицию прямых эфиров, которые она проводит вместе с мужем. Телеведущая самоизолировалась с режиссером Константином Богомоловым в своем таунхаусе на Рублевке. Вместе с супругами живет сын Собчак от первого брака Платон и ее мама Людмила Нарусова. Во время одного из прямых эфиров Богомолов поделился семейными секретами. Оказывается, по утрам он может входить в спальню к жене только когда она полностью проснется. А еще Константин описал настроение своей избранницы по утрам. Настроение – ненависть к миру. Я просыпаюсь раньше, встаю очень рано и очень тихо. Если скрипну, то все – это конец. Выскальзываю из комнаты, сообщил режиссер. Дальше сижу за компьютером, что-то пишу. И периодически смотрю в WhatsApp, в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10 часов 20 минут в сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильна в сети, то можно заходить к ней в комнату. Ксения, в свою очередь, призналась, что ее бесит уменьшительно ласкательное прозвище, которое ей придумал муж. Но со временем она привыкла и даже стала сама употреблять его. «Мася – это какой-то дом-2», – возмутилась бывшая ведущая скандального телепроекта. Добрый вечер, дорогие друзья. Я себя чувствую, как хрюшень с цепашем с каждым вечером. Добрый день, дети. Ну ты же не затрачиваешься уже, даже дожевывая пищу. И Константин Юрьевич приветствует вас. Так сказать, вечернее пьянство. Добрый вечер. Но мы решили поговорить о главном из искусств, которое нам осталось. Важнейшем. Важнейшем, да. У нас осталась возможность смотреть кино. Мы вчера ее воспользовались. И нам, конечно же, хочется обсудить свои киноопыты с целой профессиональной семьей. Потому что вот Константин Юрьевич, ему, как к настоящему художнику и режиссеру, ему, в принципе, ничего, кроме своего собственного творчества, не нравится. Но я человек любопытный. Человек, который стремится к новым знаниям. Человек, который интересуется миром. И миром кино, в частности. Я, конечно же, открыта этому новому знанию. Я хочу смотреть больше хороших фильмов. Вот возможность поговорить, поспорить и вообще понять, что нас всех ждет с точки зрения киноиндустрии. Это всегда интересно. Понравилось видео? Поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Жмите красную кнопку «Подписаться». И обязательно нажмите колокольчик для получения уведомлений о новых видео. Можно даже написать комментарий. Это же не трудно. Спасибо. Спасибо.